В Турции во время встречи с Гули человеком из его окружения избит 35-летний потомственный кутаистский вор в законе Гурам Чихладзе, он же Квежович. Обидчик Гурамма, Арман Дикий, казах по национальности, стремящийся в семью уверяет постфактум, что не знал, на кого поднял руку. А Гули однозначно дал понять, что не допустит, чтобы его человеку причинили какой-то вред. По нашим данным, это была первая встреча Гурамма и Гули, на которой, как предполагалось, они должны были уладить одни и прояснить другие моменты. В ее организации принимал участие котик-младший, но Гурамм не захотел приходить от котика. По поводу Гурамма Гули позвонил Шакра и попросил, как за своего крестника, быть с ним помягче. Не задолго до этого, узнав, что Гурамм, находясь в Турции, проводит время в компании членов семьи покойного Ровшина Ленкаранского, совершивших теракт в доме Гули в 2017 году. Гули передал Гурамму, чтобы он, чтобы не попасть под замес, держался от них подальше. В ответ в сети появилось свежее фото Гураммы с одним из них. Гули сказал, что не хотел бы, чтобы пострадал вор, но если мальчик чего-то недопонял, пусть пеняет на себя. Понимая, что угрозы Гули не на пустом месте, Шакра максимально способствовал, чтобы их встреча состоялась, как можно быстрее, и на пользу Гурамму. Однако, при знакомстве с Гули Гурамм сразу же повел себя не так, как будто за него о чем-то просили, и обозначил, что друзья Ровшины и его друзья, они суки, как говорит Гули. Слов Гули о том, что Гурамм общается с суками, Гурамму показалось недостаточно и он потребовал обоснований. Именно вызывающий тон и вид Квежовича испровоцировали постороннего к их разговору у человека вмешаться и взыскать с него задерзость. Сразу же остановив нападавшего, Гули собирался продолжить, но Гурамм не остался. По словам очевидцев, поспешность, с которой Квежович покидал место встречи, чтобы совсем не потерять лицо, вопила о том, что он был изрядно напуган. Гули сказал, что видит впервые, как убегают воры. Если бы Гурамму ударил он и тот не дал ему оборотку, это еще можно было понять, но потерпеть от фраера и убежать, не проронив ни звука даже с безопасного расстояния, это то, во что Гули, по его словам, ни за что бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Развитие ситуации, если такое последует, не должно себя заставить ждать уже сегодня, завтра у Гули день рождения со всем вытекающим наплывом уголовного элемента. Армана ни при каких условиях он в обиду не отдаст и, если тот заслужил, обещал наказать его сам. Как бы там ни было, вина казаха видится не в том, что он ударил вора, а в том, что проявил несдержанность в присутствии Гули. К сожалению, это не первый случай, когда Гурама коснулись физически. Будучи сыном легендарного Квежа, Гурамму то и дело приходится опровергать постулат о том, что природа отдыхает на детях. Первые 13 лет своей воровской карьеры Квежович выслушивал упреки за то, что не поквитался с убийцей отца. Теперь до скончания века будут припоминать казаха. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.